О, сыны черри России, внемлите глаз у вопиющего с той стороны экрана зима близко. Мэээн, это настолько плохая шутка, но просто я не видел ни одной серии Игры Престолов, но в этом году вокруг этого сериала было столько хайпа, что даже мне иногда кажется, что я знаю о нем что-то. Но в нем есть один хороший плюс. Кроме того, чтобы учить нас убийством, интригам и беспорядочному сексу, этот сериал на английском, а значит мы можем выхватить пару фраз из его. Летс гоу! Девушки отдыхают, бастард. Не забывай о том, кто ты. В остальном мире мы не будем. Поверь это, как армор. И он никогда не может быть использован, чтобы тебя уничтожить. Яоу! Первый сезон, первая серия, и мы знакомимся с Джоном Сноу, а.к.а. Бастард, и Тирионом Ланнистером. И мистер Ланнистер выдает молодому бастарду совет. Никогда не забывай, кто ты есть, потому что мир будет помнить, поэтому... Wear it like armor. Wear it дословно это носить. Но здесь, конечно же, переносный смысл или синоним фрази to own, что переводится как обладать или владеть чем-то с гордостью. Например, у тебя такое же сложное среднее имя, как у меня, и ты мне выдаешь. Йоу, Сэм, гордись своим средним именем, как звезда. Или ты, мисс, тебе надоело, что все кругом хотят тело, как у Ким Кардашин, и я тебе выдаю. Pretty lady, wear your shape like a queen. Йоу, красавица, носи, гордись своей фигурой, как королева. Ты и есть королева, гэрл. Когда ты играешь в Game of Thrones, ты победишь или умерешь. There is no middle ground. Man, man, тут нет ничего сложного, просто мне максимально зашла эта фраза. Если ты удумал войти в Игру Престолов, то ты либо побеждаешь, либо умираешь. И золотой середины нет. Йоу, middle ground – это золотая середина. Ситуация. Твой Тарзан зовет тебя в кино, насколько можно, какая-то уже по счету надоели снимать часть форсажа, а ты ему выдаешь. Listen up, boy, you know what's the middle ground? I picked the movie because girls run the world. Слушай сюда, мальчик, знаешь, в чем золотая середина этой ситуации? Я выбираю фильмы, потому что девочки правят миром. Да, Puzzle English – официальный спонсор феминизма в России. Честно говоря, смотреть Игру Престолов на английском – это почти то же самое, что читать Библию на английском или произведение Чарльза Диккенса. Яу, я помню, когда в первый раз сел за Чарльза Диккенса в шестом или седьмом классе, то обалдел от конструкции. Потому что, как и в сериале, действия происходят то ли в средние века, но ли, короче, мы сталкиваемся с высоколитературным английским. И есть два этого примера. Во-первых, слово reside, что значит жить или пребывать. То есть, в следующий раз, когда ты захочешь показаться высокоинтеллектуальным британским снобом, вместо того, чтобы спросить «Where do you live?», ты можешь спросить «Сайр, where does those reside?» Ага, сломался. И второй пример – это «to cast», что переводится как «бросать». Ты, например, можешь сказать «I shall cast you into the abyss, you, Джон Сноу». Я низвергну тебя в пропасть, отосексуальный бастард Джон Сноу. Кстати, как ты думаешь, пошел бы мне псевдоним Сэм Сноу? Напиши об этом в комментарии. На самом деле, говорит человек в желтом, он мне довольно-таки нравится, но, будь его воля, он сжег бы «Королевство Пепла». «Королевство Пепла», как они там называют свои города, все же знают, что главное топографическое название – это Нур-Султан, всем моим казахам салам. Айд, у него есть там интересная конструкция «He would see». Что это такое? Ты, наверняка, часто натыкался на фразу в отелях, или в гостиницах, или в мотелях. «Let me see you out» – позвольте вас проводить. Или же второй вариант. «I will personally see to this case» – я лично займусь этим делом или этим кейсом. То есть, «to see» – это синоним «to take care of» или «to make sure». То есть, если перефразировать конструкцию этого человека, то она бы звучала так. «He would take care that this country burns» или «he would make sure that this country burns». Опять-таки, держи в уме, что это средние века, и тут такие конструкции, которые ты, наверняка, не так часто будешь слушать в других сериалах, но если ты однажды примешься за роман «Игры престолов», то эта фраза тебе наверняка пригодится. Ага. «Попался, Глор, ты же не знал, что сначала был роман, и только потом пришла зима, ныга». «If you have a call me sister again, I'll have you strangled in your sleep». Яу, напомни мне, как называется отношение между словами в русском языке. Примыкание, управление, согласование. Людмила Васильевна, привет. В данном случае мы видим пример управления. То есть, эта конструкция подразумевает, что главное лицо прикажет кому-либо совершить действие над вторым лицом. Например, ситуация. Ты приехал в Сан-Тропе, перепутал это с Крымом, начинаешь дебоширить, и молодой, вежливый французский менеджер говорит тебе «Sir, if you will not stop your noise, I will have you evicted right away». «Слышь ты, если не прекратишь балаганить или балагурить, я выставлю тебя за дверь на раз-два». Эйо, это была «Игра престолов». Напиши в комментариях, как тебе конец этого сериала. Ставь лайк этому стафу. И да, зима близко. Пока. Субтитры подогнал «Симон»